Добрый вечер. Я, конечно, Светлана Ивановна, пенсионерка. Получила квитанцию за коммуналку за сентябрь месяц и очень даже удивилась. Мне насчитали 5 632 рубля. И это еще без отопления. Живу я одна. Квартира у меня двухкомнатная в панельном доме. Так что прописана тоже одна. Ну, начала я разбираться в расчетном центре. Мне там, значит, что-то считали, что они сказали, заплатите 3 800. Ну, пришла домой, начала сама считать. И увидела о том, что воды мне почему-то написали за сентябрь горячие 18,2 кубометра. Это 1038 рублей 26 копеек. И холодные 71,6 кубометра. Это 1711 рублей. Однако по счетчикам, которые у меня стоят еще с октября 2009 года, все выглядит совсем иначе. Расход горячей воды 0,5 кубометров, это 37 рублей всего. И расход холодной воды 1,3 кубометра, это 31 рублей. 31 рубль. Разница, по-моему, довольно существенная. Отсюда вытекает и водоотведение. Светлана Ивановна, извините, я вас перебиваю. И что вы сделали-то в итоге? Значит, в итоге я сделала так. Может быть и неправильно, но я сделал так. Я посчитала, сколько я должна заплатить. И заплатила по квитанции 1684 рубля, как посчитала нужным. То есть вот столько, сколько я затратила. Ага, понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок. Но постараемся сейчас вот вам ответить. Елена Александровна, ну вот что вы можете сказать по этому поводу? А телезрительница у нас уже отключилась. Мы уточнить... Нет, нет, она на связи. Вы слышите нас, да? Светлана Ивановна? Я слышу, слышу. А вы можете назвать свою управляющую компанию? УК Верхседская. Да. Ну вот как раз управляющая компания Верхседская. Подтверждаю, что в этом месяце квитанции для Верхседской компании формировались строго в соответствии с тем порядком, который утвержден в 354-м постановлении. Особенности порядка, который формально был соблюден 100% без ошибок, человек должен теперь с 23 по 25 показания прибора учета зарегистрировать, то есть записать по-иному, до 26 числа передать. И с 26 по 28 расчеты проводятся, до 1 числа квитанция доставляется. Естественно, и для жителей этот новый порядок неудобен. Кто-то не успел, кто-то успел. Показания заводились самыми разными способами. Например, управляющая компания тоже почувствовала, что меньше чем за сутки завести 50 тысяч лицевых счетов, это больше 250 тысяч показаний приборов учета, без ошибок достаточно сложно. Плюс в процессе расчетов действительно произошел сбой, и в 5 тысячах лицевых счетов показания приборов учета просто элементарно были перепутаны. И это означает, что вы совершенно правильно сделали, заплатив ровно ту сумму с учетом тех показаний, которые у вас были. Этот технический сбой стал понятен, к сожалению, уже после того, как квитанции были выданы. Буквально вот на днях, если вы еще не получили, сегодня вечером в ящике не увидели, увидите завтра, всем жителям, по чьим лицевым счетам эта ошибка была обнаружена, всем было направлено уведомление. Уведомление о чем? О том, что показания были учтены некорректно, чтобы человек не ходил, не переживал. Ошибка понятна. Повторно показания передавать не надо, так как показания сейчас встали ровно. А что будут, новые квитанции или что? Как быть-то сейчас? Показания учтены будут, потому что они есть, они условно были учтены не по тем приборам учета. Квитанции за октябрь. В случае, если с 23 по 25 октября вы спокойно списали, до 26, до 16.00 передали, в квитанции за октябрь вы увидите перерасчет. То есть та разница, которая ушла по лицевому счету в большую сторону, почему получилась такая сумма, она будет, естественно, снята и проведены расчеты по фактическим показаниям. В случае, если вы ошиблись, заплатили меньше, например, чем по расчетам получится, не переживайте, управляющей компанией принято решение на этот период временно отменить расчет штрафных санкций, пени начисляться не будут. Если вы вдруг заплатили больше, эта сумма, естественно, будет учтена в качестве аванса. Понятно, спасибо. Светлана Ивановна у нас ушла уже, да? Нет, не ушла. Я все выслушала. Светлана Ивановна у нас ушла.